В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Прощай, школа! Городской праздник выпускников прошел на площади Ленина. Соревнования, мастер-классы, игры, как отметили День молодежи в Сарове. Шесть ДТП с материальным ущербом и пять с пострадавшими, чем запомнилась минувшая неделя сотрудникам ГИБДД. Далее расскажем обо всем подробно. Выпускники 2023 года простились со школой. Городской праздник выпускников прошел на площади Ленина 23 июня. В этот день окончание школы отметили более 500 ребят. С напутственными словами к юношам и девушкам обратились представители администрации города, Департамента образования и Российского федерального ядерного центра. На часах 20.30 главная площадь города постепенно наполняется людьми, а сами виновники торжества собрались у Дворца пионеров. Отсюда стройной колонной они отправятся на свой последний школьный праздник. По традиции в авангарде выпускников шумные и заводные байкеры. Яркие неповторимые образы, пышные платья, строгие костюмы и самый важный атрибут праздника – искренние улыбки на лицах выпускников. Позади сложные экзамены, а впереди задача еще труднее – выбрать, кем они хотят стать и куда пойдут учиться. В этот день окончание школы отмечают более 500 ребят. Вроде я же вчера пошел в первый класс, и тут все уже выпускной, прям выступать скоро. И замечательно. Я буду скучать по этим дням. Вообще выпускной – это самый такой замечательный день, когда все 11 лет позади и уже дальше путь. Все супер, классно, настроение супер. Переживаем, но новый жизненный этап – это здорово, это круто. Адреналин, эмоции переполняют. Вообще сложно мысли в кучу пока собрать. Поэтому просто радуемся. Да, бурные эмоции, очень красочно, но очень прикольно, нравится все. В этом году в Сарове золотую медаль получит 71 выпускник. Результаты ЕГЭ у наших выпускников выше общероссийских. В целом по России средний балл по русскому языку составил 68, в Сарове – 77. По профильной математике мы также впереди. Общероссийский балл – 56, а в Сарове – 63. Три выпускницы из 15-го и 3-го лицеев и 12-й школы написали русский язык на 100 баллов. По математике 100 баллов набрал выпускник 3-го лицея. Главный секрет успешных экзаменов, которым они делятся с будущими выпускниками – побороть свой страх. Очень страшно, но больше, наверное, волнения, чем правда это было. Я бы советовала никому не волноваться, все у всех получится. Далее у предстоящих классов, у девятых, восьмых, десятых. Чтобы никто не волновался, это больше страшно. На праздники ведущие уделили внимание каждой из школ города, отметив уникальные достижения выпускников этого года – спортивные, культурные, волонтерские, научные, общественные и инженерные. С добрыми пожеланиями к юношам и девушкам обратились представители администрации города, Департамента образования и Российского федерального ядерного центра. Перед вами открывается самая прекрасная пара молодости, которая подарит вам миллион шансов и возможностей. Самое главное – их не упустить. Я абсолютно уверена, что многие из вас считают себя уже давно взрослыми. А это значит, что вам приходится принимать осознанные решения и нести за них ответственность. Сейчас у вас очень простое задание на самом деле. Может быть и сегодня вечером, а завтра с утра определиться, где вы будете в жизни. Это несложно. Но как вы этот выбор сделаете, так и проживете. Я надеюсь, что мы с вами встретимся в Сарове с уважаемыми, достойными, интереснейшими людьми. И в этот город украсите своим присутствием. Ульяна Скородумова в прошлом году приходила на эту площадь как журналист канала «16». Девушка снимала репортаж о самом ярком и волшебном городском событии. Сегодня она – выпускница и герой репортажа. Мне сегодня очень радостно от того, что я заканчиваю школу и заканчиваю город достойно. Я сдала экзамены. У меня впереди поступление в ВУЗ. Я невероятно благодарна городу, всем организациям, в которых я училась, работала. За то, что я выросла таким человеком, каким я сейчас здесь себя представляю. Финальный аккорд праздника – школьный вальс. Самая добрая и трогательная традиция выпускного праздника. 30 июня завершается прием документов на 2023-2024 учебный год в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием. Напоминает департамент образования. Директор школы издает приказ о приеме детей в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В первую очередь зачислять в сады, школы и оздоровительные лагеря будут детей участников СВО. Закон об этом подписал президент. Внеочередевать учебные учреждения примут детей, погибших в ходе СВО, военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии. В Саровчане могут пройти бизнес-обучение. 5 июля на площадке Центра поддержки предпринимательства стартуют занятия по программе развития территорий присутствия Росатома. Они направлены на поиск идей для самореализации, а также разработку и реализацию бизнес-проектов. По итогам лучшие проекты получат финансовую поддержку. Регистрация открыта до 4 июля. 313 нижегородских пар заключили брак в красивую дату 23 июня 2023 года. Многие специально откладывали свадьбу и бронировали дату за год до торжества, чтобы пожениться в запоминающийся день. Следующий пик летнего свадебного сезона ожидается 8 июля, в день семьи, любви и верности, когда планируют заключить брак 257 пар влюбленных. Увлекательные лекции, мастер-классы, популярные авторитетные спикеры, экскурсии в подземную церковь и на аэродром. Встреча с интересными людьми, интеллектуальный стендап, музыкальный квиз и игра в «Что, где, когда». Праздник Дня молодежи в Сарове стартовал в пятницу. Студенты, школьники, активисты общественных объединений, молодые специалисты побывали на четырех локациях – на земле, на воде, под землей и даже в воздухе. Представители молодежных объединений первыми отметили День молодежи. Для самых творческих и активных ребят приготовили программу на четырех разных площадках – на земле, под землей, на воде и в воздухе. Группы разделились и побывали на экскурсиях, на аэродроме, в подземном храме, в музее ядерного оружия. На набережной реки Сатис прошла встреча по водной тематике, наполняясь вдохновением. Участники мероприятия поиграли в музыкальный квиз «Крики чайки». Игра состояла из нескольких раундов. Ребята поделились на команды и должны были отгадать композиции или исполнителя по музыкальному отрывку от 90-х годов до современности. Сегодняшний музыкальный квиз у нас был максимально связанный с водой, со всеми агрегатными состояниями, как в названии исполнителей, так и в названии музыкальных композиций. Это очень приятно, когда все хором, толпой подпевают, особенно когда нужно продолжить слова припева, и все просто в самую сильную долю начинают громко петь. Это, не знаю, отдельный кайф какой-то. После музыкального квиза активисты послушали познавательную лекцию от первого заместителя директора департамента городского хозяйства Людмилы Шлепугиной. Лектора рассказала интересные факты об экологии, водных объектах и ресурсах города. На площадке по водной стихии было место и творчеству. С помощью красок и кисточек молодежь расписывала водяные свистульки птички, которые потом пошли на благотворительную ярмарку. Здесь мальчишки и девчонки могли в полную силу проявить свою фантазию. Конкретно на нашей точке присутствуют ребята Саровского медицинского колледжа, это школьники российского движения «Детей и молодежи», это ребята с военно-патриотических отрядов, ребята с общественных объединений и студенческих организаций нашего города. Мероприятие мне очень понравилось. Здесь мы угадывали песни, веселились, было очень весело и интерактивно. Всех поздравляю с этим замечательным праздником, чтобы у них все получалось, все-все, и чтобы шли дальше к своей мечте. Дорогие горожане и саровчане, я поздравляю вас с днем молодежи и желаю, чтобы у всех сбывались мечты. Чтобы у всех все лето прошло прекрасно и осень началась с хорошими мыслями. В финале мероприятия все желающие смогли покататься на лодках. В субботу День молодежи отметили на стадионе ИКАР соревнования, мастер-классы, игры, тематические площадки, выступления талантливой молодежи Сарова и хедлайнеров фестиваля. Дождливая погода нисколько не повлияла на атмосферу праздника. В общегородской День молодежи погода подкачала. Было сыро после ливня и периодически моросил дождь. Многие мероприятия под открытым небом пришлось отменить, но это не помешало празднику. Несколько развлекательных площадок разместили в помещении трибун, стадион ИКАР. Здесь команда из нескольких человек приняла участие в энергичном и зажигательном танцевальном квизе. Движение под громкую музыку помогло согреться и сбросить с себя пасмурное настроение. Здесь можно было попробовать свои силы на интеллектуальной игре, сфотографироваться с косплеерами, а также окунуться в мир технологий от Кванториума Саров. Демонстрируем ребятам, как можно летать на квадрокоптерах, управлять роботами. Ну и, собственно, ребята еще погружаются в виртуальную реальность с помощью очков виртуальной реальности. Роботы соединяются с помощью связи Bluetooth, и с помощью телефона можно ими управлять, то есть играть в футбол, драться ими. Вообще эти роботы называются роботы-сумот. С особым интересом дети управляли квадрокоптером. Ребята учились программировать, проводить дистанционное зондирование земли и строить 3D-модели. Тем временем в тренажерном зале ИКАРа прошли городские соревнования по жиму лежа. Перед началом все заявленные спортсмены получили медицинский допуск и прошли взвешивание. Соревнования прошли между 12 взрослыми атлетами в нескольких весовых категориях. Соревнования организованы по инициативе Галишникова Евгения. Его инициативу поддержал Центр внешкольной работы и спортивная школа ИКАР. В Центре внешкольной работы такие соревнования проводятся регулярно в течение года. Галишников Евгений являлся также воспитанником нашего Центра внешкольной работы. Поэтому по его инициативе первый раз. Главным судьей соревнований выступил Сергей Серов, мастер спорта по пауэрлифтингу. Победители и призеры получили дипломы и сертификаты. А те, кто не побоялся плохой погоды, собрались на юбилейный турнир по автозвуку. В этом году соревнованиям исполняется 10 лет. Когда-то все начиналось с небольшого мероприятия у бассейна «Дельфин». Сейчас в соревнованиях участвует все больше саровских автомобилистов и любителей мощных децибелов. Здесь же прошла выставка спортивных авто и выступление дрифткартов. На главной сцене Дня молодежи состоялась церемония награждения активистов молодежных общественных объединений. Грамоты и благодарности ребята получили из рук заместителя главы администрации города Сарова Ильи Волкова и директора Департамента по делам молодежи и спорта Ларисы Пустыниковой. После этого на сцену вышла талантливая молодежь Сарова. Завершился День молодежи выступлением хедлайнеров фестиваля. На прошлой неделе в Сарове пять водителей сели за руль пьяными, один без права управления транспортным средством. 14 человек пренебрегли правилами использования ремней безопасности. Сотрудники ГИБДД за неделю зафиксировали шесть ДТП с материальным ущербом и пять с пострадавшими. 22 июня в 8.50 водитель авто «Тойота Камри» на улице Зернова у 68-го дома сбил несовершеннолетнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись двухколесного транспорта. Похожий сценарий случился и на следующий день на той же улице, но у дома 62-1. Здесь 12-летний юноша также решил проехать пешеходный переход, не спешившись. Попадали под колеса авто на прошлой неделе и взрослые велосипедисты. Это у нас 19 июня на Курчатово 29-21-09 был совершен наезд на мужчину 89-го года рождения, который переходил проезжать дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 21-06 в 12.25 на проспекте Мира ДТП произошло с велосипедистом и автомашиной «Фольксваген Поло». Всегда спешиваться на пешеходном переходе – обязательное правило любого велосипедиста. Пара лишних минут, сэкономленных на переход дороги, может стоить вашего здоровья или даже жизни. Родители – сотрудники госавтоинспекции призывают поговорить со своими детьми и напомнить о правилах поведения на дороге. Уважаемые родители, большая просьба. Поговорите с детьми, объясните им. По возможности, знайте, где ваши дети гуляют. Выйдите вместе с ними на место и проговорите с ними все маршруты, которыми они передвигаются. Где наиболее опасные перекрестки, где пешеходные переходы такие интенсивные, скажем так. Сотрудники ГИБДД за неделю зафиксировали 6 ДТП с материальным ущербом и 5 с пострадавшими. 5 водителей сели за руль пьяными, 1 без права управления транспортным средством. 14 человек пренебрегли правилами использования ремней безопасности. И было составлено 4 административных материала по статье 5.35, то есть неисполнение родителями обязанности по содержанию воспитания несовершеннолетних. То есть это когда несовершеннолетние попадали в поле зрения сотрудников, впоследствии на родители вставляли административные материалы и направляли на комиссию по делам несовершеннолетних. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.